Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр. И я хочу рассказать вам сегодня о кресле от компании Osson. Моделька называется ENO 360 SL. Это значит, что оно разворачивается на 360 градусов. Это я вам покажу. Это немецкая компания, если что, Osson, кто не знал вдруг. И причем очень интересная компания, которая делает, как по мне, очень хорошее кресло. Вот как вот есть Joy компания, тоже делает кресло. По соотношению цена, качество, безопасность, очень крутые варианты. И вот Osson очень хороший пример, кто делает вот таким же образом идет. И, соответственно, за эти деньги вы получаете очень неплохое кресло в категории 0, 1, 2, 3 с рождения до 12 лет. То есть, все группы оно в себя включает. За абсолютно адекватный прайс. Друзья, внизу ссылка будет на мир автокресла, на это кресло. После обзора, чтобы вы уже поняли, что это такое, пройдите, посмотрите, убедитесь, что ценник прям отличный. Причем кресла на 360 градусов разворачиваются, которые они всегда стоят достаточно дорого. Они подороже, чем все остальные за счет вот этой сложной конструкции. Здесь же абсолютно нет. На 360 градусов крутится абсолютно без проблем. Просто одну кнопочку нажали и все. И что мне нравится, есть вот такой фиксатор, когда вот мы, например, едем против хода движения. Вот, например, тут дверь, да? Вы подходите к машине, оп, и оно встало именно в посадочную позу, скажем так. Не уходит сюда, никуда. А именно, оп, и застопорилось. Мы посадили и потом разворачиваем его против хода движения. Очень удобная тема. Как по мне, сделали классно. Так, смотрите, вот так, как я сказал, что это кресло с рождения, вы видите, что здесь установлена куча вкладышей, которые нужны нам именно для перевозки новорожденного ребенка. Чем ребенок меньше, тем нам нужно, чтобы ребенок был лучше зафиксирован, прижат по бокам, потому что он еще не сформировался, и в первый год жизни он самый хрупкий ребеночек. И нам нужно как можно плотнее его вот зафиксировать в кресле. Не прижать, а именно зафиксировать, чтобы у него был меньше ход в кресле при ДТП. Максимально зафиксирован. Тогда, соответственно, травмируется ребенок гораздо меньше. Здесь для этого вот установлены вот такие вот куча вкладышей со стороны головы, туловища, ножек. В общем, все окей. И как я уже показывал, едем мы против хода движения. Да, все я сделал максимально. Едем мы против хода движения. Вот таким образом. Вот смотрите, угол наклона. Вот я вот как поднял. Соответственно, имейте в виду, что когда ребенок едет против хода движения, и до года он не может лежать горизонтально. Он должен быть вот в таком полусидячем положении и обязательно против хода. Это самое правильное положение при ДТП. Чтобы он был полусогнут. Вот так вот скрючен немножечко. Даже подбородочек так чуть-чуть к груди близко. Вот это так должно быть. Поэтому не пугайтесь, когда вот люди видят, он же маленький, ему так нельзя. И по этой же причине вы не можете там буквально больше 40 минут со мной первые месяцы жизни и возить ребенка в кресле. Да, сдавайте ребенку передышку, отдохнуть, доставайте его, если вы знаете, что вы едете дольше. Поэтому вот такой момент. Кстати, здесь тоже установлена дополнительная боковая защита при боковых ДТП. В общем, что касается безопасности, оно напичкано последними современными технологиями, которые установятся в 90% современных кресел. Сертифицировано. И, соответственно, ребеночка доверять можно. Возможно, может быть, позже будут еще краш-тесты на Адаке. Там посмотрим. Частенько. Кресла попозже участвуют уже, когда в продажу поступят в краш-тестах дополнительных. Поэтому посмотрим. В целом пока все окей, все нравится. Так, смотрите. Откатали мы до 9 месяцев. Можно даже дольше катать. Смотрите, как помещается ребенок, как он вообще хочет ехать, не хочет против хода. В общем, по реакции, смотрите. Вот. Потом разворачиваем и едем по ходу движения. И тут у нас уже появляется вот такая возможность наклона по ходу движения. Вот здесь мы видим индикацию. Вот с вашей стороны тоже видно. Соответственно, это все варианты положения ребеночка. Пока маленький ребеночек, мы можем ехать дальше с вкладышем. Но по мере роста ребенка вкладыши нам будут мешать. Их нужно доставать отсюда. Вот один вкладыш я убрал. Достаем второй. Просто хочу вам показать размер. Сейчас резиночку достану. Вот подголовничек дополнительный. И, соответственно, вот можете оценить внутреннее пространство. Оно достаточно большое, широкое, потому что оно 1, 2, 3 группы еще в себя включает. И растет оно до 150 сантиметров. Доросли ребеночек, дорос до 100 сантиметров. Ремни отсюда демонтируются. И уже ребенок пристегивается автомобильным ремнем. Так вот через направляющий специальный проходит ремень. И мы проводим, крепим его именно таким образом. И в то же время оно еще остается быть поворотным. Это такое уникальное на самом деле решение. Вот. Давайте я вам покажу, как ремешком. Автомобильным взрослым уже пристегнуть. Представим, что я уже эти ремни снял. Естественно, кресло не должно быть повернуто. Вот засовываем в направляющий. Все. Вот так вот ребеночек. Как и вот вы, взрослый человек, себя пристегиваете. То же самое происходит и здесь. И, соответственно, регулируем подголовник таким образом, чтобы между подголовником и плечом было не больше двух пальцев. Круче говоря, сантиметр-два. Вот где-то в этом диапазоне держите, чтобы ремень не попадал на горло ребеночку. В общем, вот такая вот конструкция. Наклон достаточно приличный и по ходу движения. В дальней дороге достаточно будет комфортно ребеночку. И что касается ткани, друзья, пока не забыл. Ткань мне нравится. Тактильно приятная ткань. Соответственно, не раздражает ребенка. И, как заявляет производитель, она еще и более-менее натуральная, гипоаллергенная. И за счет стирки и ухода, друзья, стирайте. Это касается любого кресла до 30 градусов. Иначе оно сядет, вы обратно его не оденете и по гарантии вас точно не примут это кресло. Вот такой вот момент. А что касается крепления, оно устанавливается на изофикс, на полноценную базу. Вот у нас полноценный жесткий изофикс. Классика жанра, упор в пол. И здесь ничего такого дешевого, простого на ремешках нет. Нет, кстати, ремнем вы его не прикрепите. Поэтому имейте в виду, спереди в 99% машинах нет изофиксов. За редким исключением изофиксов нет. Так что имейте в виду, что будет стоять оно почти всегда сзади. Ремнем его никак не пристегнуть. Так, собственно и все, друзья. Как по мне, достаточно прикольное кресло получилось у компании Osson. Ссылка внизу в описании, пройдите, посмотрите. Действительно, прикольный вариант за эти деньги. Можете приехать в мир автокресел с ребенком, посадим, померяем. Я думаю, что вы убедитесь в словах в этом обзоре. А я хочу пожелать вам удачи, хорошего выбора и удачи на дорогах. До свидания, пока. Продолжение следует...